Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про Safari на iOS. Я расскажу вам, как очистить его данные на вашем iPhone или iPad, чтобы у вас освободилось место или ускорился браузер. Меня зовут Максим, вы, как всегда, на канале Демен Слаунж. Поехали! Итак, для начала немного теорий. Как вы знаете, Safari бывает занимает достаточно много места или же со временем начинает, ну, не совсем быстро работать. И у этого может быть несколько причин. Много места он может занимать, потому что вы, например, загрузили какие-то большие файлы, у вас очень много накопилось данных сайтов, или же, например, кэш у вас слишком много места занимает. И вот как раз-таки из-за кэша происходит вторая ситуация, а именно у вас начинает ваш iPhone в Safari или iPad в Safari тормозить и более медленно как-то работать. И, конечно же, нужно это все периодически чистить, если у вас возникает такая ситуация. И сегодня как раз-таки мы поговорим о том, как это сделать. На самом деле здесь прям все максимально просто. Естественно, мне понадобится для этого iPhone, чтобы вам все показать, как это делается. Вы заходите на стройки, далее вы идете в основные, конечно же, вы идете у нас в хранилище iPhone, и здесь ждете, пока прогрузится. Далее выбираете Safari. Что нам здесь нужно сделать? Во-первых, у вас здесь будут загрузки, история, оффлайн-поиск. Самый главный пункт, который у нас здесь с вами будет, это, конечно же, данные сайтов, в которые вы можете зайти, у вас подгрузятся данные сайтов, которые вам можно будет очистить. Это очистит весь кэш и очистит у вас память на вашем iPhone, что позволит, соответственно, разгрузить для вас Safari. Кажется, что каждый сайт весит не очень много, и действительно так и есть, но вот только проблема в том, что, несмотря на то, что вес каждого сайта далеко себе небольшой, их здесь очень много, и каждый ваш заход на какой-то сайт, он будет, естественно, сюда же записываться. Например, я никогда в жизни не был на сайте яstatic.net, но, скорее всего, у меня есть ощущение, что это статистика, которую собирает во мне Яндекс, и, как видите, она весит вообще больше всего. А там просто сотни сайтов по одному мегабайту, по два мегабайта, и, конечно же, это все делает тот самый объем. Естественно, здесь внизу можно это все разом удалить или удалить это все по одному, но я предлагаю вернуться назад и в настройках перейти, собственно, к самому Safari. Давайте мы его найдем, и, конечно же, здесь мы тоже с вами можем кое-что изменить. Например, здесь мы можем выбрать, куда будут падать загрузки, в iCloud Drive или на память устройства, и также, конечно же, здесь мы можем нажать «Очистить историю и данные», и тогда у нас это все очистится, все, что мешается нам ненужное на Safari, и у вас телефон, по идее, должен стать быстрее. Еще рекомендую проверить, когда здесь, например, вы нажмете «Очистить данные», дальше зайти вниз, и есть кнопочка «Дополнение», вы туда заходите, пишите «Данные сайтов», и проверьте здесь еще раз, что у вас все чисто, тогда это будет значить, что вы полностью очистили Safari. Но бывает такая ситуация, что вы это все сделали, потом вы переходите в основные хранилища iPhone, а у вас Safari все равно здесь висит, и написано «Документы и данные 1.29», и никак это не убирается. Что можно предпринять в таком случае? Дело в том, что мне как раз-таки подписчица писала недавно по поводу этого, и я, в принципе, задался этим вопросом, как же это сделать. И на самом деле решение, ну, вообще не очень прикольное, потому что, по сути, единственный вариант сбросить вам эти данные, это взять, сделать резервную копию в iCloud, или сделать резервную копию на вашем текущем гаджете, на каком-то, на ПК, на Винде или на Маке, и, собственно, сбросить телефон к заводским настройкам. Потом, естественно, восстановиться из резервной копии, и в таком случае эти данные будут убраны. Причем, наверное, я бы даже рекомендовал делать копию iCloud, потому что данные с компа могут перенестись обратно, и это будет не очень прикольно, поэтому копия iCloud в этом случае лучше. И это, по сути, единственный вариант, как можно убрать, вот просто полностью аннулить эту штуку. Не очень прикольно, я вам скажу, но, тем не менее, вариант этот рабочий, действительно, им можно пользоваться. Я надеюсь, что этот ролик вам был чем-то полезен. Если так, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, мне будет очень приятно. Конечно же, вот там внизу есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, обязательно жмите на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых полезных роликов, их будет, естественно, на канале много. Ну и там же, ниже в комментариях, пишите, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы у вас есть по Safari, постараюсь помочь, если смогу. И, конечно же, конечно же, хочу узнать ваше мнение о том, сколько весит Safari на вашем устройстве. Как вы видели, у меня это где-то 1-3 гигабайта. Делитесь, пожалуйста, своими цифрами в комментариях. Ну а для тех, кто досмотрел до конца, традиционно вот эти два ролика специально подобраны для вас мной, алгоритмами YouTube зацените, если не видели, и вот сюда к вам не жмите, чтобы подписаться на канал. А с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока!